Всем добрый вечер. На сегодняшнем заседании семинара доклад сделает Василий Горбунов из Высшей Школы Экономики и Фестеха про электрический алгебры ЛИМ. Пожалуйста. Пользуясь случаем, большое спасибо за приглашение. Я тут расскажу про какую-то деятельность, которая, на самом деле, ведется уже давно, но если уж совсем честно, то, наверное, с середины 19 века. У меня заметки будут на английском, потому что я там, сами понимаете, универсально. Где-нибудь еще расскажу. И я буквально в нескольких словах пропишу основные результаты теоретических сетей и как мотивацию, почему, собственно, нужно ожидать, что теория электрических сетей, как ее развил Густав Киргоф, может иметь отношение к каким-нибудь ассоциативным алгебам или алгебным ЛИМ. Ну вот, собственно, основной объект электрических сетей – это у нас будет планарный граф, у которого вершины разбиты на два подможенства – V0 и V1. Ну вот, V0 мы будем называть внешними или граничными, V1 – внутренними. Значит, пусть у нас будет дана функция гамма из множества ребер вещественные числа. Ну, там на нее можно смотреть как на проводимость или, если все не равно, ни одно значение не равно, то как на сопротивление. Вот тогда, если мы приложим, ну, если смотреть на этот граф как на систему сопротивлений, то, приложив к двум точкам потенциалы, мы знаем, что по этому реберу притечет ток, величина которого определяется вот законом ООМа. Ну, поскольку сеть электрическая, как во многих других сетях, возникающих в природе, и в ней выполняется во внутренних точках автоматический закон Киргофа, а именно количество втекающего тока и вытекающего тока. Сколько втечет, столько и вытечет. Ну, или это можно записать как вот сумму всех токов для фиксированной вершины, где суммируется по всем к ней инцидентно, должна быть равно нулю. Ну, это означает, что мерить ток внутри сети нет смысла. Весь ток, который вы можете померить здесь, будет сконцентрирован в граничных точках. И поэтому возникает такая математическая задача. Вы подаете потенциалы на границы, на граничные точки, по сети потек ток, и, соответственно, хочется знать, какой ток будет вытекать опять-таки в граничные точки. Ну, опять, физические законы говорят, что это зависимость линейная. Если вы пронумеруете граничные вершины, другими словами, выберете базис, то у вас будет линейное отображение из множества потенциалов, множества токов, и дано оно будет матрицей в этом базисе, которая называется матрицей отклика. Как ее вычислить, эту матрицу отклика? Ну, с графом, естественно, связан оператор Лапласа, а именно это матрица размера количества всех вершин на количество всех вершин. И на месте ИЖ будет стоять проводимость гаммы ИЖ, если вершины ИЖ инцидентны или связаны ребром. Ноль в противном случае. Теперь вопрос, что поставить на границу. Ну, на границу нужно поставить минус степень вершины, то есть минус, ну, взвешенную степень вершины, минус сумму по всем инцидентным вершинам тех проводимости ребер, которые в этой вершине сходятся. Ну, правда, обычно наоборот, тут плюс, а тут минус, но не важно. Вот, если правильно пронумеровать вершины, а именно сначала поставить в нумерации внутренние, а потом внешние, а потом граничные, а потом внутренние, то матрица Лапласа приобретет блочный вид. Ну, вот видите, А – это блок, который соответствует внешним и внешним, граничным, Б – это тот, который внутренним и внешним и так далее. Ну, условие того, что это сеть электрическая, а именно то, что все веса строго положительные, говорит о том, что Д, вот эта матрица, не вырождена. Ну, в этом случае вы лучше меня, как алгебраиста, знаете. Можно взять дополнение по Шуру вот к этой самой матрице Д, которая вычисляется как А минус Б, Д в минус первой С. И вот эта вот матрица – это и будет матрица Ортика, которая решает нашу физическую задачу – восстановление токов по данным потенциалам. Ну, а, собственно, дверца к теории групп и алгебры Ли открывается, была открыта в 1800, даже и больше, там еще и к различным уравнениям теории поля типа Замолодчикова, была открыта вот в 1899 году таким Кеннелли. Его результат заключался в следующем. Удивительно красивый результат. К сожалению, я так вот и не удосудился посмотреть, почему, собственно, его это заинтересовало. Но, значит, результат такой. Предположим, у вас есть сеть, у которой есть участок типа звезда. Ну, то есть, вот вершины, три вершины, четвертая вот так с ними слина, а тут может быть сколько угодно ребер. Это пожалуйста. Вот. И тогда его можно вырезать, совершить такую хирургию и вставить, ну, вот у вас три вершины. Если вставить другой, естественно, граф с тремя вершинами, а именно треугольник. Вот получился новый граф, новая сеть. Ну, теперь можно задаться вопросом. Ну, хорошо, мы знали гамма-1, гамма-2, гамма-3 и все другие нужные для этого сопротивления. Давайте посчитаем матрицу отрика. А теперь поставим в качестве неизвестных параметров гамма-1 штрих, гамма-2 штрих, гамма-3 штрих вот во вторую сеть и посчитаем в ней матрицу отрика. И как эти две матрицы отрика будут связаны? Уясняется, что связаны они абсолютно замечательным образом. А именно, чтобы получить матрицу одну из другой, нужно взять, скажем, первую и вместо гамма подставить туда величины гамма-1 штрих, которые с исходными гамма связаны вот такими уравнениями. Если вы хотите посчитать штрихованные переменные через штрихованные, то нужно использовать вот такую связь. То есть для всех и 1, 2, 3. Соответственно, гамма-1, гамма-1 штрих равно вот второй симметрической функции от гамма, гамма-2, гамма-2 штрих равно второй симметрической функции от гамма и так далее. То есть ясно, что вы найдете гамма-штрих через гамма. А если наоборот, то нужно использовать вот эту часть равенства. Ну, тоже это для всех гамма, для всех и от единицы до трех. Вот возникло такое рациональное выражение, вообще говоря, которое связывает параметры, а матрица та же самая. То есть посчитайте ее для одной сети, а потом вместо гамма подставьте вот такие выражения и получится нужная матрица для второй сети. Ну, понятно, что это очень такое удивительное дело, и много чего хорошего из этого должно следовать. Ну, вот и следует. Извиняюсь, можно вопрос? Да, да. Тут вот ито куда делось. Оно в правую часть не зависит ни от чего? Нет, почему? Вот смотрите, если я, например, поставлю здесь единичку, единичку, да, вот тут вот, да, то у меня гамма один штрих сократится, и будет такая формула. Гамма один равно гамма два штрих, гамма три штрих поделить на сумму штрихованных. Еще вопрос, если можно. Вершин же стало на единицу меньше? Нет, вершин, внутренних вершин стало на единицу меньше. Но мы считаем матрицу отлика, а матрица отлика размера количества граничных вершин на количество граничных вершин. А что эти штрихи обозначают? Там MR1 или MR штрих вроде штрихов не было раньше. Это имеет какой-то смысл? А, нет, это вот я говорю, что если вы хотите посчитать вот для этого, ну, назовем матрицу отлика для вот этой сети М штрих. Нужно взять матрицу отлика для этой и подставить вместо гамма их выражение. Так. И получится матрица отлика для этой. А, то есть сейчас, а вот в левой части этого равенства там какой-то верхний индекс 1, он тоже что-то означает? Или это просто… Давайте, это я давно, может, писал, я напишу так, что вот у меня есть сеть 1 и есть сеть 2. Так. Если я хочу посчитать матрицу отлика для сети 2… При заданных сопротивлениях, сейчас при заданных, что у нас задано? Заданные потенциалы и сопротивления, да? Да. Ну, нет, заданные только проводимости. Потенциалы – это внешние данные. А, правильно, правильно. Потенциал – это как бы вектор, к которому применяем матрицу. Да, да, да. Ага, то есть заданные проводимости, да. Да, чтобы посчитать матрицу гамма для вот этой, матрицу отлика для второй сети… С какими проводимостями? С теми, которые вот этой нижней формулой определяются? Да, вот если я вместо этих штрихованных вот сюда… Опс, прошу прощения. Если я вместо штрихованных величин вот сюда подставлю вот эти рациональные выражения, то у меня в точности получится… Вот матрицу для первой, то у меня в точности получится матрица для второй. А, понятно. То есть, да, и столько же этих проводимостей. Ага, да, я помню. Спасибо. Да, то есть это такое удивительное свойство, потому что, казалось бы, структура матрицы должна поменяться довольно сложно, но структура матрицы остается та же, вам только нужно замену параметров сделать, данная вот этим вот, которая дана вот этим вот рациональным выражениям. Спасибо. Вот, а теперь давайте я немножко… То есть это абсолютно симметричное выражение, как вы видите, для гаммы, гамма штрих. А я его немножко сделаю несимметрично, а именно я сделаю постановочку такую вот гамма 1 заменю на гамма на Т1, гамма 2 на единицу на Т2, а гамма 3 на Т3. А тут, соответственно, наоборот. Гамма 1 заменю на единицу, ну, гамма 1 штрих на Т1 штрих, единица на Т1 штрих, ну, вот тут написано. И тогда вот это вот правило преобразования штрихованных и не штрихованных приобретет, ну, несимметричный вид, но он будет такой, смотрите. Значит, Т2 штрих будет связано с не штрихованными переменами вот такой формулы. А, значит, для того, чтобы узнать, как Т1 и Т3 штрих связаны, вот я просто про такое наблюдение, что то, чему равно Т1 штрих, нужно умножить на то, чему равно Т2 штрих, и получится Т1, Т2. Поэтому Т1 штрих, соответственно, будет равно, ну, вот Т1, Т2 поделить на вот это выражение для Т2 штрих. Ну, то есть у меня теперь она стала несимметричной, роль Т2 особая, ну, а Т1 и Т3, они вот такие. Это понятно? Ну, просто если я вот это равенство запишу вот в этих переменах, то оно приобретет вот такой вид. Ну, да, да, конечно. Вот, ну, понятно, что я тут могу вставить еще с самого начала, это было понятно, что сюда можно вставить и параметр, который там может равняться нулю не нулю, ну, соответственно, немножко поменять замену переменных, и тогда будет вылезать параметр. Но пока параметр остается в покое. Ну вот, теперь, ну, значит, теория, то есть замечательное наблюдение о том, что с электрическими сидями связана алгебра Ли, принадлежит вот таким замечательным математикам Томас Лан и Павел Пилявский. Его фамилию всякий раз вру, надеюсь, Паша меня простит. Вот, это где-то так в 2000-х годах, но я объясню их идею, точнее, их результаты появления тут алгебры Ли с другой точки зрения, которая мне ближе. Он из статистической физики и через, так сказать, вот другую алгебру, уже ассоциативную алгебру, Темпер Ли Ли. Давайте я так, то есть это мотивация, это не доказательство, это мотивация. Значит, что такое алгебра Темпер Ли Ли? У нас есть м генераторов, у них такие соотношения на них, что квадрат пропорционален самому генератору с величиной дельты, называется там известный параметр стат физики, он всегда равен вот там минус А в квадрате плюс А в минус второй. Вот, потом Ашитое, Ашитое, Ашитое пропорционально Ашитое, но если И и Ж недалеко, и модуль И минус модуль Ж равен единице. Ну, а далекие Аши коммутируют. Ну, вот, параметр дельта можно сделать нулю, если А, соответственно, корень восьмой степени из единицы, поэтому я буду считать, что на самом деле я уже выбрал такое А, чтобы дельта была равна нулю, поэтому реально мое соотношение здесь будет квадрат равен нулю. Ну, так, чтобы было похоже на… Ну, давайте я сначала скажу результат. Теперь такой замечательный результат. Давайте проделаем вычисление. Введем, ну, вот такой формальный групповой элемент, да, единица плюс параметр Т на Ашитое для каждого И. И перемножим, ну, пусть теперь у нас три переменных, то есть три генератора H1, H2, H3. Давайте посчитаем произведение вот таких H1 от T1, H2 от T2, H1 от T3. И такое же, только, ну, другое слово для самой длинной перестановки на трех символах. H2 от T', H1 от T' и H2 от T3. Вот. И для того, чтобы… И потребуем, чтобы выполнялось равенство. То есть перемножили так, перемножили так, потребовали, чтобы выполнялось равенство. Вот я это произведение записал. Ну, понятно, когда мы все будем приводить, использовать соотношения и приравнивать коэффициенты при одинаковых членах, у нас какие-то равенства на T1, T2, T3 и штрихованные их друзья будут. Ну, вот выясняется, что оно вот в ровности вот такое, которое было на предыдущей странице. Ну, и тут, видите, уже параметр А возник, естественно, потому что у меня H1, 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 H1 пропорционально H1 с параметром А. Ну, вот, видите, это электрическое преобразование тем самым связано с вот этой самой алгеброй, ассоциативной алгеброй Ли. Ну, а теперь, ну, так, я скажу, что, ну, наверное, уже не трудно предположить, что эта ассоциативная алгебра как-то связана с универсальной обертывающей для алгебры Ли. Ну, собственно, вот эта идея и была реализована Ламом и Пилянским. О, видите, я неправильно написал Пашину фамилию опять. Вот как. Вот тут его фамилия написана правильно. Я прошу, Паш, прощи. Их наблюдение было состояло в следующем, что если я теперь определю алгебру Ли генераторами H с таким соотношением, что тройной коммутатор H, ИТ, H, ИТ, ЖИТ пропорционален H, ИТому, если И, ЖИ рядом, и далекие генераторы коммутируют, то это определяет алгебру Ли. Более того, это алгебра Ли, ну, предположим, что у нас количество генераторов было, было, соответственно, четное, да, и более, и тогда эта алгебра Ли будет изоморфна, будет изоморфна группе СП2Н, симпликтической группе разменности 2Н. Ну, и как это можно увидеть? Их вычисление было удивительное, но, может быть, не хотелось над ним подумать. Просто прямое вычисление. Давайте введем в РН базис, ну, стандартный базис из эпсилон ИТа и введем такие вектора. А1 – это просто само эпсилон ИТа, А2 – эпсилон 1 плюс эпсилон 2, А3 – эпсилон 2 плюс эпсилон 3 и так далее. Последний АН будет эпсилон Н без единицы плюс эпсилон Н, АБИТа и просто будут равны этим нашим эпсилон ИТам. И тогда рассмотрим такие матрицы, значит, с четным номером матрицы, она блочная будет, да, 2Н на 2Н. Значит, у нее три блока нулевых, а этот, соответственно, последний, АИТа на АИТа транспонированный. Четный генератор будет тоже блочная матрица 2Н на 2Н, только на сей раз у нее нетривиальный блок здесь. Ну, а теперь если вспомнить, что алгебра СП2Н, она, как ее можно описать? Это, значит, множество блочных матриц вот такой формы, что здесь стоит блок А, здесь тогда должен стоять минус А транспонированный, а здесь стоят симметрические матрицы. Ну, вот, собственно, очевидно, что мы таким образом угодили в симплектическую алгебру. Ну, а дальше только осталось проверить, что действительно эти друзья удовлетворяют вот эти соотношения. Ну, теперь надо доказать, что это вся симплектическая группа. Ну, я уж не буду это делать, это опять прямое вычисление. Ну, это, оказывается, вся симплектическая, то есть не группа алгебры, а для А равная минус двойке. И вот тем самым из электричества, ну, опять, может быть, тут я немножко передергиваю, да, вот из электричества я умею точно совершенно из темпы релива получать вот такие соотношения. Они немножко по-другому, ну, Паша и Томас это делали, просто пронаблюдали, что некие операторы, которые они определили, удовлетворяют вот таким соотношением, и мы получили, вот вы алгебраисты, вы мне сейчас скажете, удивительное дело, да, мы описали симплектическую алгебру, а где в ней картан, например, да, вообще, кто эти такие ошибки? Ну, вот, тем не менее, это такой факт, значит, это вот лам и пеляски. Ну, вот, вопросы есть, может быть, в этот момент стоит спросить? А для ДГО А что получается? А? Если А не минус два, тогда что? Ну, вот, я говорю, они это доказывают для А-2, а сейчас я скажу, если А не минус два, то что получится. Я просто хотел зафиксировать их результат. Вот, я говорю, не знаю, там, отхоком, не отхоком, но чувствую, то есть, вот, я говорю, они ввели некий оператор на электрических сетях и обратили внимание, что этот оператор, ну, множество операторов, что они удовлетворяют вот таким соотношением. То есть, я немного запутался, вот этих А, их Н штук, правильно? Да. А вот на следующем листе у вас эти элементы вот мастричны? Нет, нет, прошу прощения, этих А, их Н штук. А, их Н штук, два Н штук. Просто у вас, видимо, выше. Да, я прошу прощения. То есть, Н у вас предполагается четным, да? Да, 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 да. Понятно, понятно. Сейчас, а вот на следующем листе, а, то есть, это А с четными номерами и А с нечетными номерами, да? Совершенно верно. Да, понятно, понятно, спасибо. Вот такое представление. А вы видели такое представление, симптоматическое алгебра? Такую систему порождающих? Да. Нет, ну вот те, которые Е2ИТа, это некие корневые векторы просто, да? Ну да. Нет, я вот про это. А, ну с такими соотношениями? Нет, я не видел. Ну вот удивительно, да. Оказалось очень такое замечательное. Я, кстати, как раз хотел спросить, вот эти вот матрицы, которые выше у вас, на следующем слайде у вас изображены, вот те, которые Е2ИТа, это просто корневые векторы, отвечающие некоторым там отрицательным корням, ну при выборе длинным отрицательным корням. А верхние? А верхние это уже не корневые, верхние это более сложные, это какие-то суммы корневых, да? Да, 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 да. Ну и смотрите, вот как, что такое симпликотическая алгебра, если мы хотим ее реализовать внутри СЛ, да? Нам нужно выбрать два формы, невырожденную, и тогда все матрицы, которые эту форму сохраняют, вот вам и будет СП. Ну, стандартные формы, которые люди обычно рассматривают, они будут такие, значит, вот тут вот единичная, а тут минус единичная, например, да? Стандартные формы, это когда единицы идут по побочной диагонали, именно с единицы. Не, ну это, как сказать, это вопрос философский. Не, не, я говорю, у Фултона, например, такая. У Вильберг-Геоничников книжки «Семинар» по типографским соображениям выбрана именно эта форма, потому что иначе сложно запечатать. Можно, например, вот здесь поставить единички и минус единички на антидиагонали. Да, так будет красивее с точки зрения матриц, но… Да, будет красивее с точки зрения… Философский сложнее изобразить. Вот, а теперь я скажу вам, какая на самом деле возникла у нас форма. То есть Томас реализовал с Пашей эту симплектическую алгебру для вот такой формы внутри СЛ. А на самом деле, вот для тех задач, которые нам интересны, другая форма. Давайте я, может быть, в качестве анноса, да, что форма такая, она трехдиагональ. Ну, по диагонали нулей, само собой. Ну, а здесь, соответственно, один минус один, один минус один, ну, а здесь минус один один, минус один один. Вот такая вот, трехдиагональ. Вот тоже оказалась очень важная форма. Ну, ладно, вот я к ней сейчас и пойду. Да, но в то же время, в той же работе, в которой они ввели эту алгебру, они, Паша и Томас, Томас и Паша, поставили вопрос о определении такой вот электрической алгебры Ли для любой конечной диаграммы Динкина. Ну, вот их определение было такое, что, значит, давайте возьмем конечную диаграмму Динкина, там, соответствующую матрису Картана, и определим алгебру Ли так, что в ней образующие, ну, порождающие, точнее, будут Е и Т, где И – это, может, вершин. А соотношения вот такие, что, значит, если соответствующий элемент матрицы Картана не минус единица, то такой коммутатор – ноль, а если минус единица, то вот деформируется это соотношение серо вот в такой. Вот, и студент Паши Юсу изучал это, вот, и, значит, для других типов. Но, в частности, он выяснил, что если у вас теперь N нечетная, все равно будет получаться симплектическая алгебра, но она уже не полупростая, там центр есть. Ну, а также описал симплектическую алгебру вот в типе B и C. Ну, вот я, как пример, ну, там небольшие у него опечатки в работе есть достанные, но, тем не менее, это, конечно, был первый результат на эту тему. Но, вот, например, если в типе C, да, то есть, если вы рассмотрите электрическую алгебру в типе C, давайте я сотру тут A, то она такая, значит, ну, да, нет, наверное, нужно поставить электрическую. Вот, электрическая алгебра в типе C, она будет изоморсна двум копиям электрической алгебры в типе A, то есть, обычном SP. То есть, вот это вот я, вот это определение реализую для типа C, ну, и доказывается, что, на самом деле, получается просто прямая сумма SPN и SPN без единицы. Да, M строго больше единицы. Это вот, ну, такого результата, такого типа были вот результаты УСУ. И в остальных случаях из этих трех тоже получается что-то в таком же духе? Да, в остальных случаях получается, мы это описали, ну, то есть, я к этому вернусь. То есть, это сделано. Ну, вот, прежде чем к этому вернуться, я хочу, значит, дать другое вложение электрической алгебры в СЛ, хотя и в таком обратном историческом порядке. Первые это были Постников и Илан, а потом вот мы с Димой Талалаевым, независимо и не зная про их работу, на самом деле, тоже сделали это наблюдение. И оно, это представление позволит, помимо просто определения электрической алгебры вот в таком духе, как образующие соотношения, дать еще и конкретное представление ее внутри данной алгебры типа Кацамуи. Ну, давайте я по порядку, значит. Давайте введем, ну, вот это мы не сами придумали, это вот часть теории, которая называется там уравнение Замолодчикова, уравнение тетраэдра Замолодчикова, и у него известные решения. Вот мы знали про такое решение, у нас параметр А теперь будет с самого начала. Давайте для параметра А определим вот такую матрицу, А1 минус А квадрат минус А. Ну, а теперь из этой матрицы построим новые матрицы УИТы. Значит, ну, правда, сейчас у нас будет уже И без, где И от единицы до Н без единицы. Мы просто этот вот блок 2 на 2 будем двигать вдоль диагонали. То есть У1 этот блок стоит вот здесь, У2 он смещается на единичку, ну и так далее. А все остальные ноди. Понятно, да? Мы промотируем матрицу 2 на 2 до матрицы Н на Н. И назовем такие образующие УИТы. Ну, и тогда выясняется, что они вот в ровности вот этим соотношением электрической алгебры удовлетворят. Ну, может быть, да. Вот. И тем самым мы получили новое вложение электрической. Видите, оно совсем не похоже на то, что Лам и Пелявские делали. Мы такими блочно-диагональными теперь реализовали симпателликтическую группу матрицами. Но вот тут как раз эта форма и возникла, которую я говорил. Ну, почти. Вот. Ну, например, можно... Вот я пример тут привел, да. Давайте для SP2, которая, как известно, SL2, вот у нас будет два генератора. Один такой. Вот видите, этот блок здесь, а другой такой, этот блок здесь. Ну, вот нетрудно проверить, что эти две матрицы удовлетворяют. Ну, и их коммутатор удовлетворяет, то есть порождают копию SL2. Такую уже порожденную исключительно вот такими. Поэтому вот такими вот матрицами. Это понятно, да? У меня такой вопрос. Вот выше было сказано, что это электрическая алгебра, ELN, это то же самое, ну, изоморфно SPN, да? Да, да, да. Вот. Получается, что у SPN возникает представление N плюс одномерное, да? То есть это просто... Да, совершенно верно. ...представление, это просто вы добавляете нулевой блок, обычно SPN, да, по диагонали. Ну, да, да, да. То есть мы реализуем SPN, ну, SP2, ну, да, SPN внутри SLN плюс 1. Спасибо. Хотя, хотя, ну, как я сейчас объясню, можно вот такого же типа реализацию и внутри SLN сделать. Просто в этом случае я объясню сейчас, почему нам это нравится. Потому что, видите, зависимость от параметра A у нас присутствует. И при А равном нулю мы получаем нильпатентную матрицу в верхней треугольнике. И отсюда, тем самым получается, что в этом представлении SP будет деформацией, как мы потом, как я потом скажу, мы доказали, плоской деформацией у нильпатентной, нильпатентной алгебры. При А равном нулю мы получим ноль, ноль, ноль. Да, нильпатентные алгебры в SLN плюс 1, да? В SLN плюс 1. Как раз у них размерности совпадают. Совершенно верно. Здорово. Да, да, это такое симпатичное. Ну, собственно, вот уже тогда стало понятно, что это интересно. Но на самом деле можно еще лучше сделать. Ну, для наших целей лучше. Потому что здесь, вот видите, для нас все было интересно с точки зрения, ну, для меня, может быть. То есть у Димы были свои интересы, а мне вот тогда уже было любопытно думать над положительностью. Ну, вот теория положительности, там матрица вполне положительная, все миноры положительные, да? Ну, вот эта матрица как-то не очень положительная. Да, тут видите, отрицательная. Члены у нее, в смысле, элементы. Но, за другой стороны, если вот А, например, комплексное, минус, ну, там, комплексное число И, да, то уже как-то поближе к положительности. Но все равно еще про положительность трудно говорить. Поэтому вот появилось такое наблюдение, которое… Да, давайте превращаем наблюдение. Я сформулирую, значит, утверждение, которое принадлежит вот Беренштейну. Надо сказать, что вот начиная с этого момента, все, что я делаю, это уже совместно Беренштейн с Аркадием Беренштейн и Азад Гайнутдинов. Ну, вот такое определение матрицы симптической группы позволяет нам определить теперь уже электрическую группу для любых данных типа Кацамуди. Пусть у нас теперь дана матрица Картана размера И на И, значит, там, соответственно, генераторы Шевалье и ИТ, Ф ИТ, и они определяют алгебру тип Кацамуди. Тогда для любого набора констант А ИТ, ну, комплексных, вообще говоря, можно определить под алгебру этой алгебры Кацамуди. Ну, вот в ровности вот такой формулы, что генератор УИТ это ЕИТ плюс АИТ умножить на коммутатор ЕИТ и ФИТ и минус А квадрат АИТ и ФИТ. Ну, просто вот я беру пример с этой формулы, да, вот видите, это как раз в ровности так и есть. И получаю множество элементов в моей алгебре Кацамуди, которые удовлетворяют этим самым электрическим соотношением, про которое вот говорили до этого Ламы Пелявские. То есть вот прям непосредственная польза вот такого представления состоит в том, что мы не только определяем теперь электрическую алгебру системой образующих соотношений, но и даем ее конкретную реализацию или презентацию в объемлющий Кацамуди. Вот я не знаю, как вы, как алгебраисты. Я на самом деле очень хочу, чтобы вы свое мнение сказали, потому что мы, я-то вот, ну, Аркадий, конечно, алгебраист, а я-то такой, тот еще. Поэтому мне очень интересно ваше мнение. Ну, как вот, мне кажется, это не четок. Ну, то есть, да, это некое, получается, вот SL2 под алгебры простые в этой алгебре Кацамуди, в которых выбраны элементы, зависящие от параметра. И вот при определенных значениях параметра это будет... Нельпатентная часть. Ну, там положительные корневые, простые корневые векторы, и да, дают нельпатентную под алгебру в алгебре Кацамуди. А вот при ненулевых это будут какие-то ее деформации. Да, совершенно верно. Ну, которые, в дженерике, конечно, они там и заморчены, но, с другой стороны, видите, если все аиты не равны нулю, ну, вообще, говорят, какие-то могут быть равны нулю, какие-то нулю, поэтому вот такая... Многопараметрическая такая деформация. Да, многопараметрическая, соответственно. Ну, тут еще, кстати, эти аиты, их можно использовать, чтобы годуеровку определить на них. Сейчас, а вот соотношения между этими элементами, они такие, как вот там, которые похожи на соотношение с Р у вас, да, были? Да, да, да. Вот они такие. Не самые первичные, которые для типа А, а вот те, которые уже более общие, да? Да, да. Да, вот, вот. Которые в соотношении с Р. Ага, понятно. Да, интересно. Вот, ну и вот. Ну, вот я говорю, но при этом есть еще одна очень полезная реализация, и опять-таки ее изначально знали, знали вот Постников и Пеляски, но они просто в своей статье написали, вот почему-то еще есть такая реализация, и ничего с этим не сделали, а мы дальше с этим работаем. Наблюдение такое, опять теорема вот Беринштейна, Геннудинова и Майяш, что, значит, если теперь взять вот этот элемент уита и в нашей алгебре Кацо-Муди взять, взять, а, нет, ну, собственно, вот теорема, извините, это вот то, что вы спросили, да, что вот эти обобщенные соотношения сера выполняются, вот, собственно, про это вот теорема. Я немножко бегу вперед. Понятно, да, вот оно. И что это деформация, деформация непатентной части. Плоская деформация. Между прочим, тоже нетривиально такое утверждение, оказалось доказывать непросто, что она плоская, но вот плоская. Вот, ну, теперь, наконец-то, да, вот про следующее представление. Теперь, если я внутри своей Кацо-Муди возьму вот такой элемент ФИА, ну, это экспонента от АН без единицы на ФН без единицы, умножить и так далее на экспоненту от А1 на Ф1, но сначала, да, извините, опять, я прошу прощения, я немножко сейчас разогнался, мне нужно остановиться, потому что я немножко уже неправильно говорю. Давайте мы пока в случае СЛН. тогда, если взять вот такой элемент ФА, который вот такое произведение экспонента, и сопрячь этим элементом ФИА, извиняюсь, и сопрячь этим элементом ФИА, вот тот самый УИТ, который в случае СЛН был, то он сопряжется в очень симпатичную сумму верхней треугольной и нижней треугольной. УИТ плюс БИТ без единицы на ФИ без единицы, где БЖИТ – это произведение двух последовательных. А только со знаком минус. То есть, если у нас изначально была матрица, она была блочная, и блоки были 2 на 2, то здесь уже блоки будут 3 на 3, потому что типично первый блок будет просто Е1, а второй уже, например, будет Е2 плюс Б1 умножить на Ф1. То есть, эта матрица будет вот такой вот. А здесь Б0,1. Ну и дальше нулей. То есть, можно сопрячь, можно сопрячь, можно сопрячь вот эту вот матрицу в случае СЛН, которую я вам показал, так, что она вот станет вот такой вот суммой. Это определяет снова представление нашей электрической алгебры, теперь уже зависящей от параметра B. И вот для того, чтобы сопрячь, не нужны все АИТы. А после сопряжения появляется только их произведение. Поэтому, помните, я там говорил, если, например, положить АИТа, равное мнимой единице, то вот это уже будет абсолютно вещественная матрица. Произведение двух мнимых единиц будет вещественным числом положительным, потому что это с минусом, видите. Поэтому это разумно называть вещественной формой нашей алгебры B. Ну и какое соотношение на эти вот элементы в случае СЛН? А вот такое. То есть теперь у нас этот тройной коммутатор, он будет равен минус 2 и минимум, B с номером минимум и ежи умножить на УИТ. Ну вот. Вот еще одно такое представление симплектической группы. Вот у нее как раз вот форма, которая ее высекает внутри СЛН, это вот эта трехдиагональная. Ноль на диагонали. Тут у нас 1, минус 1, 1, минус 1. Ну а здесь, соответственно, минус 1, 1 и так далее. Вот. Ну а вы меня, наверное, спросите, почему мне это нравится, ну если спросите. Ну я вам скажу почему. Вот смотрите, у нас теперь все генераторы, ну они, поскольку вот матрица вот такого, у них ненулевые элементы прижаты к диагонали. Видите? Они либо выше диагонали, либо ниже диагонали. То есть эти генераторы, если от них взять экспоненты, то есть поставить единички на диагонали, то они будут матрицей, у которых все миноры либо нули, либо положительные числа. Правда? Ну из-за того, что... Они раньше были прижаты к диагонали? Нет. Нет. Вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот трудно говорить о хорошем значении параметра. Правда? Потому что какой бы вы параметр ни взяли, тогда у вас либо отрицательные получаются числа, либо комплексные. Теперь-то у нас вещественная форма. Ну да, нет, это понятно. Вот это для положительности подходило плохо, потому что есть очевидные отрицательные элементы. А то, что Лам и Пелявские делали, тут вообще они очевидно не положительные. А это намекает на то, что есть положительная реализация симплектической группы вот такими вот генераторами. И следовательно, вот в такой реализации, видимо, очень хорошо изучать положительность симплектической группы. Ну и вот, собственно, это одна из мотиваций нашей работы, но мы это и будем делать. Давайте я немножко скажу дальше. Ну, можно такие же вычисления сделать для типа B, C и D. И, значит, давайте я вам просто покажу одним глазком. Вот это вот наша неопубликованная еще работа с Аркадием Азатом, и поэтому я ее только покажу. Но вот, например, для типа C, если это сопряжение сделать, то вот видите, тут вот в середине страницы формула 1.3, да, снова появляется и ИТ, и ИФ, и без единицы, но еще появляется такой длинный коммутатор. То есть вот так вот можно внутри СП реализовать, электрическую СП. Ну и так далее. Ну ладно, я так особенно не буду это афишировать, поскольку не опубликовано, но это можно сделать. А еще одно преимущество вот такой реализации. Оказывается, такая реализация СП допускает совершенно новую однопараметрическую деформацию типа квантовой. То есть будет зависеть все от Q. И результат такой. Вот эта деформация, то есть мы будем, разумеется, универсальную обертывающую деформировать. Это универсальная обертывающая, продеформированная вот таким вот хитрым способом. Я хочу подчеркнуть, что вот это вот ни в каком смысле необычная квантовая деформация, универсальная обертывающая. Это новая. Но какая бы она ни была, результат такой. В результате получится подалгебра, в ассоциативной алгебре UQ от G. Ну, по крайней мере, для SLE. То есть вот это выражение вот эти выражения можно так продеформировать от Q очень замысловато, но очень контролируемым образом. Я опять не говорю об этом, потому что работа еще не опубликована, но вот то, что если это правильная деформация, вот гарантируется теоремой, что вот эта наша деформация будет под алгеброй, в ассоциативной алгебре UQ от SLN. Но для SLN теорема, а для других типов мы там еще изучаем это. Ну вот, это такое вот, по крайней мере, с определением теперь, да, с определением электрических алгебр. Я закончил, значит, что вот, может быть, подводя итог, что лампы, ляски и Су предложили определение в терминах образующих и соотношений. Мы пронаблюдали, что для любой алгебры Кацамуди можно найти в ней под алгебру определенную вот таким образом, что она будет удовлетворять соотношение электрической алгебры в Кацамуде, и поэтому мы называем ее электрической Кацамуде. Ну и еще очень часто удается удачно сопрячь эти генераторы так, что они будут связаны с простыми корнями вот таким вот образом. А вот, кстати, еще вопрос. Вот эти соотношения, они являются определяющими для тех или нет? Да, 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 да. Это тоже часть теоремы. Ну вот. Что еще хотел сказать? Давайте я вот, может быть, расскажу сюжет. Он такой почти игрушечный, но, тем не менее, тоже чему-то учит. Это, так, глядя на статью Бори и Миши Шапира и Андрея Зелевинского, значит, они там изучали, ну, как всегда, двойные клетки брюа где-то, и вот у них такая конструкция появилась. То есть у нас есть теперь направленный грант, ну, с весами, да, то есть есть отображение из множества из множества ребер в комплексные числа, предположим, что там нет петель и двойных ребр. Давайте определим такую космосимметрическую матрицу, значит, что, ну, у нее будет, соответственно, она будет размера количества вершин на количество вершин, но это, по сути дела, космосимметризованная матрица инцидентности, да, что если есть ребро и жи, то мы ставим туда число и т и жи, значит, если наоборот, то минус т и жи, да, но это вот в случае, если и меньше жи, да, и делаем ее космосимметрической. Вот, а потом ведем такой набор трансвекций, значит, это линейные преобразования, которые на векторе В, они вычисляются вот так, значит, это В минус, и мы вычисляем эту нашу форму омега на векторе В и векторе ЕК, это будет число, ну, и умножаем на ЕК, где ЕК это стандартный такой базис. Вот, ну, потом я вычислю единичку, точнее, из этих матриц вычислю единичку, чтобы у меня они перестали быть обратимыми, вот, и тогда выясняется, что они тоже удовлетворяют соотношения для электрической алгебры и более того, сохраняют эту самую форму. Вот, ну, вот, другими словами, вот, мы получаем алгебру электрического типа из графа. Вот, ну, правда, эта матрица вовсе не обязана быть невырожденной, но вот для некоторых графов они, наверное, будут вырождены, может, такие графы имеют смысл симпликтическими называть. Ну, вот, есть два примера хороших. Значит, первый пример это, ну, вот, граф типа АН, и тогда эта форма, она будет такая, но у нас, видите, отсюда есть, значит, стрелка в первую, из первой во вторую, но и вторую, но и все, да, и поэтому тут единичка, а дальше у нас, соответственно, будет такая трехдиагональная матрица, сверху единички, снизу минус единички, а эти образующие Тау с чертой, они будут вот такие, то есть это верхний треугольный, а минус нижний треугольный, элементарный, вот, и заметим, что таких, вообще говоря, Н штук, да, то есть самый последний Тау-Н просто будет равен минус Ф, Н без единицы, а ЕН мы полагаем равным нулю, то есть это уже, это еще одна реализация симпликтической алгебры, как я говорил, здесь симпликтическая алгебра, Н будет реализована внутри С и Лен, но это уже не будет деформацией унипотентной, правда, потому что у нас самый первый Тау-1 это Е1, а самый последний это Ф, Н без единицы, то есть у нас будут в равной степени участвовать и нижний треугольный, и верхний треугольный, но зато будет вот такая реализация, вот, это первый пример, а второй пример, когда у нас граф на окружности, и тогда, ну вот, появятся еще, видите, вот эти вот единички и минус единички в углах, и это намекает на какую-то афинность, и действительно это будет представлением афинной СЛН, афинной в том смысле, что у нас и в том определении, которое основное я дал, там Кацамуди могла быть конечная, могла быть там, какая угодно, афинная, но вот это будет ее представление, вот такое представление афинной электрической алгебры тоже обнаружил ЛАМ в своей работе, вот, и, то есть, эта конструкция, она хоть и простая, но, но может быть, не совсем бессмысленная, то есть, какие-то такие нетривиальные примеры удается получить, очень хотелось бы получить там пример типа Д, вот, ну, у Б и С, поскольку мы уже знаем, какие генераторы электрической алгебры, там коммутаторы участвуют, а у Д там коммутаторов не будет, там будут просто образующие, но пока я еще не умею пример типа Д, вот таким образом описать, ну, вот, теперь давайте про электрическую группу, когда у нас есть электрическая алгебра, то будет электрическая группа, да, то есть, мы просто возьмем генераторы, поскольку у нас есть, ну, такая, генератор, новые какие-то генераторы, например, симплектической группы, симплектическая алгебра, можно от них экспонент, ну, вот, в той реализации, про которую я говорил, они будут реализовываться с трехдиагональными матрицами, где на диагонали единички, а на месте, и вот еще будет один наддиагональный, один поддиагональный, вот, ну, от параметра А они будут тоже зависеть, естественно, вот, ну, а теперь можно брать всевозможные произведения, породить симплектическую группу, и вот опять я пока тут черту проведу, да, в этой группе имеет смысл изучать положительность, потому что эти генераторы положительны, положительность по люстику, да, давайте я, может быть, напомню, что это такое, перейду сюда, значит, что такое положительность по люстику, например, в унипатентной группе, ну, вот это, там, знаменитая работа Беренштейна, Фоминая, Зеревинского, значит, что они делают, в унипатентной группе у нас образующие такие, на диагонали единицы, а над диагональю в одном месте, там простой корень, там стоит переменная t, вот, ну, можно их перемножать, но получать другие элементы унипатентной группы, вопрос, какие элементы этой унипатентной группы, будут вполне положительные, то есть, у них миноры, соответственно, которые не тождественно равны нулю в этой группе, будут положительные, ну, понятно, что здесь много тождественно равных нулю миноров, мы на них не будем обращать внимание, а те, которые тождественно не равны нулю, обязаны быть положительными, ну, и вот, идея изучения такой части принадлежит Люстику, и он, значит, сказал следующее, ну, то есть, его наблюдение состояло следующее, ну, давайте, давайте возьмем просто эти параметры t положительными, тогда по теореме Кашибине, произведение таких матриц будет иметь миноры, либо ноль, либо положительное число, ну, вот, теперь определим положительную часть унипатентной группы, как я сказал, как такие матрицы, у которых не тождественно равные нулю миноры больше нуля, и вот вам, пожалуйста, альтернативное описание, это все те элементы, которые получаются произведением вот таких с положительными параметрами, ну, так, собственно, оно и, вот, так и оказалось, что действительно положительная часть группы, это в точности произведение таких, ну, например, там можно начать изучать большую клетку в этой группе, то есть те, произведения, которые самые длинные, можно взять там самый длинный элемент группы перестановок на N символах, взять любое слово для этого самого длинного элемента приведенного, приведенное, и по этому приведенному слову, соответственно, вот перемножить с разными параметрами, ну, вот такие элементы, это вот такая будет большая клетка в унипатентной группе, то есть та, где все элементы выше диагонали, не ноль. Вот, и действительно, от выбора, извините, я перебью, от выбора порядка, от выбора разложения, это свойство положительности зависит, если один и тот же элемент разными способами разложить произведение таких параметрических, то вот если в одном случае все параметры положительные, то и в другом случае тоже будут. Вот это очень хороший вопрос, и ответ «да», и на то существует красивейшее объяснение, которое напрямую связано с той, вот просто следующая страница, Дмитрий, вот хорошая аудитория задает вопрос в уронстве перед тем, как ты перевернешь страницу. Стараемся. Спасибо большое. Ну, так вот, действительно, вопрос хороший, самая длинная перестановка имеет много слов. Кстати, вы знаете, я только недавно узнал, что количество слов для самой длинной перестановки точно не вычислено. Есть только асимптотики, а вот формулы, вот сколько слов, ну, там есть варианты, можно, сколько слов с точностью докоммутирующих элементов, ну, там много же коммутируют, далекие коммутируют, а можно, вот просто сколько вообще слов. Вот, я видел работу, в которой только асимптотику для этого числа дают. Ну, Ну, вот, давайте для перестановок на трех элементах, тут всего два слова. Вот одно, вот другое. Ну, давайте перемножим, соответственно, образующие так и образующие так. Ну, матрица-то одна и та же, правда? Давайте вычислим, то есть, что получилась одна матрица, давайте сейчас спросим, какие, ну, эти от параметров Т зависят, а эти от параметров Т что ли? Вот давайте сейчас спросим, а для того, чтобы была одна и та же матрица, какой, какие, какие, какая формула связывает параметры здесь и здесь? Так вот, вот такая оказывается, мы ее уже видели. Видите? А вопрос задать можно вообще, да? Конечно. А вы что, это число слов, это просто число приведенных разложений? Да. Это давно сделал Стэнли? Я не знаю, нет, вот я видел статью, где вот они утверждали, что это число точно неизвестно. Ну, это какие-то люди необразованные были. Нет, подождите, 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 нет, вот как, вот я говорю, для n равное, для n равное там, трем, это вот два слова, для n равное четырем, это шесть слов. Вы хотите сказать? Ради бога. Я хочу, что общую формулу для любого n написал давно Стэнли, лет 15 назад. Да? Ну, вот, если вы мне пришлете ссылку, я буду очень благодарен, потому что я вот, я сам искал, но вот нашел эту работу, где они только асимптотики. Но это же какое-то дико большое число, правда? Ну, там для большого. Ну, если вы пришлете работу, я буду благодарен. Хорошо, пришли, пришли. А это только в ТПА Стэнли сделал? Нет, Стэнли сделал в ТПА, естественно, а потом там были люди для B и C, ну, для B и D, я помню, делали там, были потом. А, то есть, видимо, эти авторы действительно не были знакомы. Ну, ладно, нет, ну, хорошо, я не про это. Ну, то есть, мне казалось, что, спасибо, я буду очень благодарен, если вы меня образуете. Вот, так вот, выясняется ответ на ваш вопрос, Дмитрий, что да, поскольку, если я напишу здесь, какие у меня там были, E, да, E1 от T1, E2 от T2, E1 от T3, и хочу, и потребую, чтобы это была та же матрица, что E2 от T1, от T1 штрих, E1 от T2 штрих, E2 от T3 штрих, чтобы это была одна и та же матрица, нужно, чтобы штрихованные и не штрихованные переменные были связаны вот такими формулами. Вот они тут внизу. Ну, вы видите, тут минусов-то нет, поэтому, если T и T были положительные, то и T штрихи будут положительные. Поэтому, ответ на ваш вопрос, такая положительность от выбора конкретного слова не зависит. В других типах это тоже? Да, 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 конечно, конечно, конечно. Это основная идея, что там просто формулы будут сложнее, но не зависит. Ну вот, очень хорошо, значит, вот есть такая положительность типа, типа Стэнли, и, и основное здесь, конечно, что вполне положительная, унипатентная матрица может быть расписана как произведение элементарных, зависящих от параметров. Ну вот, а в нашем представлении, ну вот у нас, видите, есть уже элементарные, и наша электрическая группа просто по определению тоже, как и унипатентная, получается, как произведение вот таких, поэтому разумно, разумно определить ее положительную часть, точно так же, как делал люстик, просто если все параметры положительные, то мы считаем, что матрица положительная. Вот. Ну, а дальше нужно изучать, что это означает в терминах миноров. И вот вы точно такой же вопрос могли бы задать и для и для и вот в этой ситуации скажешь, ну хорошо, я взял одно слово, перемножил, получилась матрица, я теперь возьму другое слово. Ну вот для того, чтобы получилась такая же матрица, соотношения между параметрами должны быть такие. Вот. Ну, я их уже писал, электрические. То есть Т1, штрих, Т2, штрих и Т1, Т2 равны точно такие же, здесь, а Т2 штрих выражается, вот я прошу прощения, тут без всяких штрихов, а Т2 штрих выражается как положительная сумма, ну как сумма без минусов параметров, ну мономов от параметров Т и Т. Поэтому положительность одна влечет положительность в другую. То есть вот вот это уравнение, которое вылезло электричество, оно одновременно говорит о том, что говорит о том, что мы можем говорить о положительности в этой самой электрической группе, и она оказывается очень интересная. Но я про это уже совсем рассказывать не буду. Давайте я скажу одно предложение, пару предложений про вот ситуацию унипатентную, хорошо? Вот в унипатентном случае, да, вот у нас, ну, удобно переменные немножко поменять. Вот в унипатентном случае пусть нас n равно 3. У нас есть два слова 1 2 1 и 2 1 2. Вот давайте я для слова 2 1 2 вот здесь вот нарисую такой граф. Ну, это на самом деле просто коса в соответствующей перестановке, да. Вот. и сделаю замену перемен. Вот у меня до этого были параметры t1, t2, t3, а я теперь ну вот области, на которые этот граф разбивает плоскость, разобью, пронумерую, да, вот у меня будет, и метка будет такая, это в ровности номера вот этих вот граничных линий, которые под этой областью. Ну, вот здесь видите, только первая линия под этой областью, вот под этой, стало быть, у этой единицы, вот у этой под ней первая и вторая, следовательно, метка 1,2, ну, здесь метка 1,3, здесь 3, здесь 2,3, здесь 1,2,3. А потом взял такую замысловатую замену переменных, но она такая, что t1 всегда заменяется на произведение вот этой переменной на этой переменной поделить на произведение вот этих двух. Пока вот эти друзья, они просто формальные переменные, но сейчас я вам надеюсь, мне удастся вас убедить, что они неформальные. Теперь вот эти вот преобразования люстика, их называют, как поменяются эти переменные вот дельты, когда я делаю преобразование люстика. но в терминах вот этих дельт преобразование вот это становится очень знакомым преобразованием плюкеровых координат для, то есть преобразованием плюкера для флаговых миноров унипотентной матрицы. Ведь флаговый, это означает, что у него строчки всегда по порядку 1,2,3 и так далее, а столбцы вот я обозначил здесь. Вот. Ну и это будет соответственно действительно замена переменных, которые, ну то есть просто другие координаты на группе. Вместо этих параметров t я использую в качестве функций, в качестве образующих другие функции на группе, а именно миноры в соответствующей матрице. Вот. И они тогда вот преобразование люстика станут вот таким. Вот. И в случае 3 на 3 матрица у меня только одно преобразование. У меня вот в этой картинке, видите, есть камера 1,3, а если я нарисую такое же слово для 1,2,2, то у меня 1,2,1, то у меня будет как раз тут вот камера 2 в серединке. Ну вот единственное кластерное преобразование, оно вот такое. А вот в случае уже следующая, матрица 4 на 4, вот у меня будут вот все слова я говорю, я знаю сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь, потому что вот эти все три. Короче, вот это вот, все эти слова, они между собой связаны вот такими мутациями, и все эти мутации, точнее, эти мутации, они вот либо соотношение типа Плюкер, но сейчас я знаю, я уже так почти без деталей говорю, но есть и новые, более общие, чем Плюкер. Вот, например, когда вы вот из этой области, видите, из этой области переходите вот к этой, это уже не Плюкер, а вот из этой вот в эту, это Плюкер, отвечающий вот замене, то есть преобразованию слова. Ну, в общем, вот очень хочется сделать то же самое для электрической группы, и мы сделали отчасти, вот я уже заканчивал свой доклад, и мы сделали, только в отличие от электрической группы, давайте я вам вывод, от унипатентной группы мы обнаружили вот одно любопытное свойство. Значит, ну, положительность параметров ТИТа гарантирует положительность миноров, да, и в унипатентном случае вы ничего больше сказать не можете. А здесь выясняется, что не только положительность, что положительность параметров вот этих ТИТа гарантирует положительность миноров, но еще устанавливает неравенство между этими минорами, то есть есть еще такое частичного порядочное отношение частичного порядка больше либо равно между минорами которые вот прям ни от чего кроме как от n не зависит и вот эта структура она мы надеемся будет новой и интересная но это еще правда далеко от завершения ну вот я наверное остановлюсь здесь большое большое спасибо за внимание я с удовольствием на вопросы отвечу спасибо большое очень интересно и ново для нас по крайней мере пожалуйста какие есть вопросы помимо прозвучавших уже во время выступления можно у вас в начале промелькнула вот эта алгебра темпеля либо я все ждал что она опять появится почему она там во первых вы не сказали до конца это просто в универсальные обертывающие случае это ровно алгебра темпеля либо ну там нужно квадраты занулить потому что универсальные обертывающие квадраты не обязательно вот если если я правильно понимаю просто взять универсальные обертывающие для сп и и квадраты еще вопросы сказать только что этом чате ссылку на стену и положил там кто хочет может увидеть ее единство что я не очень понимаю можно ли ее скопировать у меня не получается из чата скопировать то есть перебивать руками ну возьмите статья стен или восемьдесят четвертого года не ну понятно что это ищется тогда тогда я спасибо большое тогда я сейчас скопирую а то потеряется она может это понятно а можно скриншот сделать а вот вот еще лучше спасибо можно просто перейти по этой ссылке отлично спасибо большое пожалуйста какие еще есть вопросы вот я хотел такой общий вопрос задать вот значит вот это много параметрическая деформация положительной непатентной подалгебры в произвольной алгебре кацамуде она значит ну как бы она вот как вы объяснили в любой алгебре кацамуде существует такая вот энт параметрическая плоская деформация да вот которая в самом вырожденном случае дает положительную нерепатентную подалгебру да при этом допустим если взять вот фенитную ну так сказать полупростую конечно мерную полупростую алгебру то там вот например для sln там получается при некоторых значениях параметра spn да да вот я например что при общем значении параметра будет sp да ну да ну потому что там же это же так сказать sp это сама уже не деформируется у нее должно быть открытое множество где она так сказать такая да 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 вот значит а вот при других алгебрах ну вообще даже даже при sp очень интересный вопрос если там как какие могут быть специализации этой вот общей подалгебры общего слоя этой деформации вот это исследовалось какие ну мы планируем посмотреть но не то чтобы прям наши непосредственные научные интересы это очень разумный вопрос но мы не я уж не говорю об общем случае конечно да 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 хотя бы для спа ну да мне кажется это очень естественно выяснить вот какие специализации естественный вопрос да вы совершенно правы и он такой да вот такая прям это расслоение над комплексный над комплексным векторным пространством выбираете разные зоны и там как как одно перетекает другое понятно пожалуйста если еще какие-нибудь вопросы если вопросы исчерпались то давайте поблагодарим еще раз докладчика очень интересный доклад спасибо большое спасибо дмитрий вам за приглашение мне не было очень приятно